Всем привет! Сегодня обещанное видео на тему помощи, которую могут получить прибывшие украинцы по программе COED, да и в принципе все прибывшие newcomers, которые приезжают в Канаду, а конкретно, которые приезжают именно в Калгари. То есть я сейчас в этом видео расскажу все на нашем опыте. Кто не знает, можете посмотреть предыдущие видео, я кратко расскажу, то к нам буквально три недели назад прилетели мои родители. Они находились до этого в Украине на оккупированной территории, но им посчастливилось выбраться. Они пребывали где-то около месяца на территории Германии, мы оттуда их подавали, их заявки, и после одобрения им выдали фойл с визу, но мы их решили все-таки вклеить. У меня также есть видео, можете глянуть. Мы вклеили визу, визу поставили в паспорт до конца действия паспорта, и после этого они прилетели к нам сюда в Калгари, и сейчас уже, несмотря на то, что мы сами еще в статусе, да, Newcomers, то есть лично мы с моей семьей переехали сюда, мы эмигрировали по экспресс-центре с поддержкой работодателя еще пять месяцев назад, то есть мы также подавались в этот центр, который я вам сейчас расскажу. То есть, в принципе, мы получили те же самые, все, скажем так, привилегии, все те же самые виды помощи, на которые сейчас мы подавали моих родителей, несмотря на то, что мы в статусе permanent residence, а родители, естественно, в статусе просто временных жителей с work permit. Итак, для начала, что вам нужно сделать? Повторюсь, это центр, который находится в Калгари, то есть если в других провинциях, я уверена, там есть аналогичный центр, и вы можете уточнить уже непосредственно у них, какие они выдают, какие услуги они предоставляют, вернее. Что касается наших, то мы обратились в тот центр, в котором обратились лично мы еще при приезде по эмиграции, этот центр называется Center for Newcomers, вы точно так же можете его загуглить, он у вас появится, он так и называется, этот сайт, и вам нужно найти электронный ящик, написать туда кратко, написать на английском желательно, кто вы, что вы, когда вы прилетели, сколько вас членов семьи, что вы прилетели из Украины и так далее. То есть потому, как, естественно, сейчас украинцам дополнительная помощь оказывается, и я думаю, это будет в этом случае преимуществом, да, то есть, возможно, вы какие-то дополнительные получите бонусы. Итак, после этого с вами очень быстро связывается, означает вам какого-то, да, кейс-менеджер, то есть человека, который будет с вами закреплен и будет вести, скажем, да, вашу семью. То есть он попросит у вас предоставить либо сослов, либо скинуть фотографию, да, вашего ворк-пермита, и мы в данном случае спросили просто фото ворк-пермита и написали просто в сообщении, в чате ему наши номера паспортов украинских, загран, естественно. Вот, после этого он спросит у вас, что вы, как бы, в чем вы нуждаетесь, да, в данном случае, к примеру, да, моим родителям уже за 60, то есть пока вопрос о трудоустройстве мы не поднимали, потому как, естественно, да, физическое, психологическое состояние после вот этих всех пережитых событий пока нам не позволяет выйти на работу, поэтому мы решили пока с этим повременить. В вашем случае, естественно, я думаю, будет, если вы трудоспособного, да, молодого возраста, вы, естественно, будете заинтересованы в различных settlement, да, job fair и так далее, то есть помощи, оказании, поиске работы, то есть составлении резюме и так далее. Я думаю, это большая часть, которую я сейчас не раскрою, но она вообще существует, то есть вам отдельно, скорее всего, назначат какого-то человека, который вам будет помогать, составлять резюме, корректировать и так далее. То есть вы сможете, он будет вам рассказать различные сессии, да, информационные, рабочие, да, вот эти job fair, то есть встречи, где можно встретить работодателя, да, и найти потенциальную работу в своем будущем. То есть это отдельно большой кусок, который я сейчас не озвучу, но он должен быть у вас, то есть вы обязательно это озвучите, да, что вы хотите помощь в поиске работы. Второе. Обязательно, естественно, вам могут предоставить курсы язык по языку. То есть в нашем случае это была организация КРИЕК, то есть раньше там была платная, насколько я знаю, для не перманент резидентс тестирования, но, как мне сказали, вы можете написать, что вы из Украины, и, возможно, вам дадут бесплатное тестирование, и потом уже вам могут предоставить онлайн-курсы, либо на месте вы уже уточните, какие курсы по языку и как они проходят. Следующая основная функция, которую они могут предоставить, это помощь в продуктах, да, у меня видели видео, мы обращались и на себя, и непосредственно на родителей, также мы организовали этот фудбанк, то есть вы просите, да, есть ли возможность организовать фудбанк. То есть этот фудбанк, насколько нам сказали, да, он действует 7 раз в год, то есть независимый вы permanent residence, да, опять же, повторюсь, либо work permit у вас. Вы обращаетесь и вам, вы пишете, сколько у вас людей, в нашем случае, соответственно, мы писали, что двое, потом как двое родителей, да, и просите организовать вам этот фудбанк. То есть обычно там 2-3 дня, неделя присылают вот такой вам на электронку, да, с которой вы общаетесь, такой номер hamper, то есть это номер вот в этой вашей продуктовой корзине, скажем так, да, вы подъезжаете. Раньше было, зная нам, когда вот еще до военных действий нам давали четкое время, там, например, 15 минут, да, и вы приезжаете. Сейчас это время фудбанка работы увеличилось, то есть раньше он, по-моему, до 4 работал, сейчас он работает до 7 вечера, и вам дают просто сутки, да, вот, ну, грубо говоря, день рабочий. Вы в любое время приезжаете, показываете вот это письмо электронное, да, с этим номером hamper, говорите фамилии на кого этот hamper оформлен, и показываете паспорта, то есть мы точно так же все сделали, приехали, вам, вы не выбираете там ничего, вам просто спрашивают, допустим, какое вид мяса вы почитаете, да, там свинина, курятина или так далее. Вам выдают, вы это все грузите в машину, если у вас есть машина, если нет, можете взять такси, вам в любом случае это будет выгоднее, да, взять Uber там, либо попросить кого-то, потому как продуктов действительно много, можете глянуть видео, у меня несколько есть, я там рассказывала все подробно, на двух человек, на четверых, все равно объем очень большой, на, я думаю, 2-3 недели этого вполне может хватить, да, то есть основных продуктов, там какие-то мелочи вы уже докупите. Вот, то есть это вы подаетесь, соответственно, в следующий раз, когда вам нужен будет опять этот футбанк, там, по-моему, или 17, или сколько-то дней должны быть зазоры между подачами, да, то есть запросами на этот следующий футбанк, то есть в следующий раз, и опять прошло 2-3 недели, вы пишете, пожалуйста, организуйте нам этот футбанк, то есть пока вы в процессе поиски работы, пока вы вот в этот, да, вот, settlement ваш не организуется, вам, естественно, это будет большая помощь, и не стоит этого не стыдиться, как бы, не, то есть если вы приехали, не потому что у вас там вообще, возможно, нет денег, да, если нет денег, естественно, вы этим пользуетесь. Даже если у вас есть определенные средства, знайте, что они очень быстро уходят, и в этом нет ничего зазорного, позорного, обратиться в этот футбанк, то есть это для людей, которые вновь в прибыли, у которых еще нет постоянной работы, либо же, да, там очень много приезжает людей, вы сами видите, на современных модных новых машинах, и, ну, опять же, да, у них, значит, есть либо член семьи, либо кто-то, да, вот доход у них низкий за этот год, за предыдущий, да, и, соответственно, они подпадают под эту категорию, и они тоже приезжают с этим продуктом, берут бесплатно, то есть это все в порядке вещей, поэтому обязательно пользуйтесь, пока у вас есть эта возможность, потому как на следующий год, да, если вы останетесь, и вы подадите декларацию, вернее, через год, да, то есть у вас уже будет доход, и у вас уже, скорее всего, будет выше минимума, да, дай бог, то, соответственно, вы уже на это подаваться не будете иметь права, ну, дай бог, чтобы так и было, да, чтобы все у вас было хорошо. Далее, вы можете обязательно сказать, что вы, естественно, будете, ну, возможно, первое время жить у кого-то из знакомых, либо же там на Airbnb, либо какой-то хост-фэмили, да, которая вас приютит, вот, но рано или поздно вам нужно будет съезжать, скорее всего, да, в свою квартиру, которую вы будете обставливать, потому как они все unfurnished, то есть они без мебели, и чтобы взять маломальскую мебель, вам очень пригодится мебель, которую вы могут дать бесплатно, то есть у нас, в нашем случае, я отдельно сниму видео, у меня также есть видео про нашу квартиру, там вы видите мебель, если вы посмотрите сейчас, то практически вся мебель, которая там есть, мы взяли ее по вот этому рефералу по Винс, по которому я вам сейчас расскажу, кроме кровати у детей и матрасов, то есть их мы брали новые. Все остальное в нашей квартире, что вы видите на видео, это все взято по вот этому Винс рефералу, то есть Винс это Women in Need Society, то есть это организация для нуждающихся женщин, то есть если он сейчас приедет с вами, да, если вы там мужчина, либо вы в семье, либо просто женщина одна приезжает, то есть сюда могут обращаться женщины. Вы подаете заявку либо отдельно, либо опять же этому своему касс-менеджеру в этой организации, когда вы пишете, скажете, что мы хотели получить вот этот Винс реферал на ферниче, то есть на мебель, то есть как это происходит, да, он вам дает, и там есть определенная на каждую организацию миграционную, есть определенный лимит на месяц вот этих вот рефералов, да, то есть реферал это как направление какое-то, да, вот, которое вам дают с номером. Вот, если они уже исчерпаны, вам дают не в Винс, например, как нашим дали, нам дали в дроппинг-центр, то есть тоже организация, куда люди приносят различные вещи, мебель, донейшн, то есть бесплатно отдают, и они могут вам дать в эту организацию, и вы приходите, выбираете, что вам нужно. Мы еще туда не ходили с моими родителями, поэтому я вам не подскажу, но у нас уже есть дата назначена, позже я, возможно, с ним в видео расскажу. То есть вам спрашивают в этот дроппинг-центр именно, да, если вам дадут реферал, не в Винс, вам спрашивают, какую крупную мебель, да, вот вам нужно, то есть вы скажете, там, например, матрас, кровать, там, шкаф, стол, не знаю, диван, вот они запишут, и помимо вот этой мебели, вам еще должны будут дать вот то, что вам нужно, да, то есть вы туда придете, вот вам нужно будет там постель, еще что-то вы это можете бесплатно взять, то есть это, опять же, большая помощь, которая вам очень будет, я думаю, нужна и полезна. Если же Винс вам все-таки дадут, да, потому что Винс очень быстро разбирается, Винс это сеть магазинов, помимо организаций, да, в которую также люди сдают бесплатно донейшн, там все, начиная от одежды, игрушек, мебели, не знаю, посуды, украшений, то есть, ну, полностью, да, вот как Гудвилл, как Вэлли Виллэч, то есть такой а-ля секонд-хенд, но он очень культурный, красивый, все развешено, то есть это все очень цивилизованно. У вас есть этот реферал на 200 долларов, и вы туда приходите, есть три локации по Калгари, то есть которые именно большие магазины, в которых есть большой выбор мебели, и вы можете бесплатно выбрать там на вот эти 200 долларов мебель. Чтобы вы понимали, когда мы брали в свое время, да, еще в декабре, мы взяли диван, мы взяли стол, мы взяли четыре стула, мы взяли тумбочку, лампу, по-моему, еще какую-то полочку, комод, вот, мы взяли такой комод, то есть мы практически обставили все, я же говорю, отдельно мы купили только в Икеа, эти новые матрасы и новые кровати, и себе мы отдельно купили просто двухспальную кровать и матрас за 100 долларов на Киджи-Джи, по-моему. То есть, в принципе, это была вся наша, да, мебель, все наши затраты, вы точно так же не бойтесь, не пугайтесь, просите вот эти рефералы, и где есть на чем сэкономить сейчас, пока вы приезжаете с ограниченными ресурсами, экономьте, и это большая помощь, и это обязательно вам нужно использовать, пока вот такая возможность есть. Чуть позже по Винсу, также не забудьте, есть возможность через месяц податься еще на один реферал, опять же, на 200 на мебель, либо на 100 долларов на хаусхолд, то есть хаусхолд, вы можете прийти, выбрать одежду, выбрать, например, да, постельное, выбрать полотенце, посуду, тарелки, то есть все, да, вот то, что вам нужно. Естественно, это все вот, да, это зазоры по месяцу, вот такие требования, то есть понятное дело, что вы не сможете жить, например, отдельно месяц, да, без тарелок, без зилок, какие-то необходимые, минимальные вы можете набор купить, но также знайте, что в принципе не затаривайтесь, да, если денег впритык, знайте, что через месяц вы можете опять податься, если вас одобрят, это вас должны одобрить, лишь бы вот эти лимиты были, да, у них на организацию по этим рефералам, и вы можете взять те же самые кофеварки, тостеры, миксеры, блендеры, вот все, что вам нужно, все, что будет в магазине, в данном, да, вам понравилось, вы можете выбрать. Если, например, вам не понравилось что-то, там не было в наличии, вы можете часть реферала использовать, например, да, там 60 долларов, а следующие 40 прийти, там, например, в другой магазин, но опять же нужно согласовать с организатором вот этого реферала, чтобы он вам подтвердил, что вы следующий остаток используете в другом магазине, но это все несложно, это как бы абсолютно не проблематично, поэтому знаете, что вы это можете сделать. Также, что было еще нам предложено, нам было предложено обратиться сразу же в Донейшн-центр при вот этой Center for Newcomers, да, то есть вам дадут адрес, вы согласуете прямо с этим менеджером время, когда вам удобно, когда вы можете подойти. Как это происходит, вы приезжаете в назначенное время в этот адрес, там такой как а-ля мини-склад, вы выберете все, что вам там нужно. Там я не могу сказать, что супер большой выбор, но опять же, если вы приехали, у вас нет денег, вам нужно сейчас минимальный какой-то набор продуктов, минимально вам дадут большой такой, как кейс, там измельные пасты, мыло, женские принадлежности, да, гигиены, то есть все вот это вот на первое время, на которое вам тоже, да, если вы сами приехали, вам нужно потратить не одну десятку, то есть сотню долларов, да, вот на все вместе, то есть вы это можете сэкономить. Нам еще повезло в этот момент, привезли в этот донейшн большой выбор велосипедов, то есть привезли, не знаю, порядка 20-30, да, они бэушные, но они классные, они нормальные, они в рабочем состоянии, поэтому можно было выбрать, даже сначала сказали, один велик, да, то есть на двоих родителей, потом они поняли сами, что они в шоке, настолько много привезли этих велосипедов к этой организации, то есть они даже, им не хватает места, да, чтобы где-то их расположить, поэтому нам разрешили выбрать столько, сколько мы хотим, то есть мы взяли себе три велосипеда, один подростковый ребенку, два взрослых велосипеда, то есть опять же, что в данный момент будет в этом складе в наличии, я не могу вам сказать, но опять же, вы туда приходите, вы можете взять там полотенце, можете взять какие-то там, да, женские принадлежности, часть одежды, там небольшой, правда, выбор, но был, то есть опять же, да, есть люди, которые приезжают с опасом денег, есть люди, которые приезжают реально с одним чемоданом, паспортом, да, и сменной кофтой, вот, то есть в таком случае, это просто идеальный вариант, что вы можете прийти и маломальски себя обеспечить на какой-то период, там даже были детские книжки, детские игрушки небольшие, то есть можно вот, что-то как-то вот себя поддержать, обставить, оборудовать свой быт, уют и так далее, в этой организации вы также можете, по-моему, даже без, не буду точно утверждать, но я знаю, что нам говорили, что если вам что-то нужно, вы можете еще раз прийти, как бы, да, не единожды, и вам здесь обязательно помогут, то есть, какие-то ваши нужды базовые обязательно бесплатно вам обеспечат. Дальше, нам было предоставлено две сим-карты, так как у нас два человека обратилось, две сим-карты, по-моему, от Телос, и на них должно быть по 100 долларов после активации, но эти 100 долларов должны появиться после, уже появиться на карте после того момента, когда вы активируете, а при активации вам, естественно, нужно будет выбрать базовые стартовые пакеты, то есть там, мы еще не активировали их, но я знаю, что там должны быть, да, разные, там, начиная от 15, 20, 30, 40 долларов и так далее, зависимость, естественно, от объема данных, от тех наборов функций, которые этот пакет предоставляет, то есть, в принципе, вы все равно будете покупать карты, вам понадобится, но в данном случае у вас уже карты есть, и у вас, считаете, будет 100 долларов на каждое, то есть тоже большая экономия, то есть это тоже был такой вид помощи, да, предоставленный. Далее, на каждого человека нам дали по 50-долларовой подарочной карте от PC Optimum, то есть PC Optimum такая сеть тут, она покрывает и Superstore, и вот этот Shoppers Dragmart, то есть, да, это бытовая химия, продуктовая, то есть вот 100 долларов на двоих людей, как бы это, можно сказать, минимум на неделю можно скупиться довольно-таки неплохо, тоже за этим спасибо. Вот, по Винсу я вам сказала, также вы можете, если вам, к примеру, не дали, как я сказала, как нам не дали в этот раз, потому что большая очередь найти Винс, нам дали Drop-in Center, вы можете отдельно, да, если в женщина, податься, зайти на сайт, так и называется он, Винс, W-I-N-S, вы запишитесь туда, да, там есть разные программы, они также помогают в трудоустройстве, да, если вы хотите работать в ритейле и так далее, то есть вы также можете написать, получить эти рефералы отдельно, да, если вам вот в этой организации их не предоставить. Еще для женщин, могу сказать, по своему опыту и по опыту моей мамы, вам тоже очень полезно написать в организации, которая называется Making Changes, да, то есть делая какие-то изменения, да, на русском, если переводить, это тоже организация, которая может вам помочь, что у них есть программа, которая называется Dress for Success, да, то есть оденься по достижению успеха, то есть вы даете заявку, там тоже не обязательно быть пиар, вы можете быть на ворк-пермите, либо просто на визитер виза, вы приезжаете туда, сначала пишите, согласовывайтесь, с вами связывайтесь, вы просто пишите, да, что там моя знакомая порекомендовала мне вашу организацию, вот мы приехали там в Калгари, например, да, и я бы хотела воспользоваться вашим сервисом, и они вам с вами свяжут, назначат вам аппойтмент, и в назначенное время вы приезжаете в магазин, в этот офис, да, и там большой магазин одежды, там есть много одежды БУ, есть много новых с бирками, и то есть суть этой программы в чем, что вам помогают одеться, вы говорите, да, например, ну, правда, да, то есть приехали, у вас мало вещей, вы хотите найти работу, ну, вот у меня вещи кэжуал, я бы хотела более деловой стиль, там, либо какой стиль вам нужен, то есть, да, чтобы достичь успеха для работы, женщине, естественно, нужно хорошо выглядеть, вот, эта организация помогает вам, по-моему, полтора часа со стилистом, к вам девочка закреплена, вы ходите, выбираете, вот что вам надо, какие вы хотите, брюки, фасон, посадка, каблук и так далее, в общем, вам все это выбирают, и такие огромные два пакета вещей на выходе вам выносят, да, то, что вы все это померили, вы все это выбрали, вот это буду, это не буду, и вам бесплатно дают два пакета вещей, то есть, ну, сами понимаете, даже если вы пойдете за покупками в тот же Goodwill, меньше, чем, я не знаю, 50 долларов, а то и выше, а то и 100, да, вы не потратите, не меньше, имею в виду, за вот эти два пакета, да, то есть, там есть вещи вообще новые с бирками, то есть, вам помогает государство, да, с помощью этой программы, чтобы женщина чувствовала себя уверенно, чтобы она могла, как-то, да, влиться в социум, потому что разные ситуации, люди приезжают совершенно с разными историями сюда, вот, то есть, это такая программа, которая тоже может помочь, я лично тоже пользовалась, пользовалась моя мама, я рекомендую всем друзьям моим, которые приезжают, чтобы обязательно шли, потому как вещи действительно очень хорошие, ну вот, да, я же говорю, бывают ситуации разные, и вот женщине важно выглядеть красиво, особенно при поиске работы, поэтому эта организация это поделает. И последнее, да, кратко еще, также обязательно обращайтесь, есть много фейсбук-групп, да, которые написаны в Калгари, «Украинец в Калгари», «Украина в Вимене в Калгари», то есть, много в фейсбуке групп, которые, вы можете прямо написать, да, «Мы приезжаем, вот я там, кто-то по образованию, я умею делать то, возможно, кто-то может помочь найти работу», то есть, люди так пишут, люди работу находят, люди очень многие отдают бесплатно, много вещей там, да, кто-то пишет, «Вот мне нужно там, например, автокресло», да, и куча людей предлагает бесплатно автокресло. То есть, очень большое, да, вот это комьюнити, это украинское, да, которое помогает и хочет поддержать своих соотечественных, которые приезжают, поэтому не стесняйтесь, спешите, спрашивайте, ищите, и то есть, это большая помощь, да, в данный случай. И напоследок, последняя минута посвящу тому, что тоже мы искали кровать, и нам посоветовали обратиться, вот есть St. Vladimir Church, то есть, церковь Владимира, она здесь в Калгарию, украинская, православная, и там есть при нем такой, как бы тоже, donation center, мы кровать, конечно, там не нашли, но суть в том, что те, особенно украинцы, которые вот только прилетели, да, мы уже ходили пару раз в этот центр, смотрели, то есть, вы приезжаете, вы показываете свои паспорта, вы регистрируетесь, указываете свои данные, там на входе девушка сидит, вы все это вносите в форму, показываете, когда вы прилетели, например, там апрель, май, неважно, вот недавно вы прилетели из Украины, вас пропускают дальше в комнату, и можете, опять же, да, как благотворительность там люди приносят, вы можете бесплатно взять все, что вам нужно, опять же, для первой вашей необходимости, можете взять одеяло, там все новое, подчеркиваю, кто не приемлет, БУ, то есть, там все новое, вы можете взять подушки, одеяло постельное, можете взять маломальские какие-то продукты питания, там, да, сухие завтраки, каши, чай, приправы, там есть посуда, там есть, опять же, те же средства гигиены, шампуни, там косметика, кондиционер, то есть, вся дазобная паста, щетки, зубные нити для детей, минимум какой-то одежды, пазлов, игрушек, одежды немного, но все же, то есть, опять же, люди приезжают с чемоданом, в которых одна сменная обувь, и все, то есть, здесь вы можете найти, взять бесплатно, подобрать себе все, что вам нужно, это все бесплатно, вас никто не ограничивает, вы можете прийти в следующий раз, там через неделю, да, поняв, что вам что-то еще не хватает, поэтому обязательно не стесняйтесь, если вы действительно понимаете, что вам сейчас нужна помощь, обращайтесь, спрашивайте, пользуйтесь всеми теми благами, которые Канада, слава Богу, предоставляет, помогает, которые украинские люди, и не только украинские, здесь много канадцев, которые приезжают, да, и я же говорю, насколько было наше приятное удивление, когда мы приехали, и там, прямо в этой церкви ходят женщины, видно, что они уже давно здесь, да, но они русскоговорящие, я не знаю, они украинцы, русские или кто, то есть, они просто подходят к тебе и говорят, чем вам помочь, да, возможно вам нужно подвезти, потому что вы там с пакетами, давайте мы вас подвезем, то есть, что можно сделать, чем помочь, то есть, очень приятно, когда люди настолько открыты, они помогают, и хотят, да, сделать все вот для тех людей, которые сейчас оказались в такой ситуации, вот, поэтому вот так было на нашем примере, если есть еще вопросы, задавайте, надеюсь, была полезной, если что, пишите, пока-пока.